В небольшом зале картины-галереи в едином творческом порыве соседствуют два художника, разные по мировосприятию и воплощению увиденного в жизнь. Представитель авангарда художник из Донецка Владимир Бауэр и реалистичная графика нашего земляка Аркадия Платицына. На фоне экспозиции, приуроченной к 9 мая, для юных кадетов прошел урок мужества. Я уверен, что вы, те, кто носит военную форму, возможно, планируете стать военным, с особым чувством воспринимаете эту приближающуюся дату, потому что уже выбрав вот в такие молодые годы, надеюсь, военную профессию, вы понимаете всю меру ответственности и глубину отношения к своей стране, к своей родине, а значит, вы должны стать, обязаны стать хорошими людьми. Военная графика Аркадия Платицына как пленка от снятого кинофильма. Каждый кадр – история, которую нельзя переписать. Фронтовые рисунки художник создавал при помощи скупых выразительных средств – карандашей, угля и акварели. Философии в этих работах нет. Ее тут бесполезно искать и не нужно ее искать. Это взгляд человека на мир, на его окружающий мир. И вот в поисках мира он как раз находился, когда эти вещи создавал. Поэтому это зарисовки, быстрые зарисовки. Но самое интересное, что эти зарисовки в 1942 году, и в 1943 году, и в 1944 году пронес с собой вещмешки. Потому что на некоторых работах, да, с одной стороны 1942 года, а с другой – 1944. Поэтому вот отступая из Барвенковского котла в 1942 году в район как раз Ростова-на-Дону, выходя, уничтожив технику, выходя с танковым десантом, Аркадий Васильевич, в числе прочих, вынес вот эти вот зарисовки. Работы Владимира Бауэра отличаются и по характеру, и по темпераменту. Ярко-экспрессивная живопись Владимира Бауэра отличается нестандартным подходом к натуре. В ней просматривается интеллектуальная игра смыслов. Кажется, что картины написаны как экспромт, но эта легкость обманчива. За ней стоит большой труд автора. Владимир Бауэр известен как представитель авангардного искусства. Считает себя дадеистом. В его работах спонтанное извержение возможностей, симфония криков, выстрелов и команд. Все это он решает через движение цвета, фактуры и материала. И сам того не ожидая, производит эффект потрясения у людей. Когда в Санкт-Петербурге, в музее Суворова, монашенки пришли на выставку и увидели его работу «Донецкий ангел», они крестились. И он говорит, это самый счастливый день в моей жизни, потому что я думала, что мои работы кто-то не поймет. И вот когда смотришь, и когда вникаешь, смотришь на название. Вот я даже смотрела на одну из работ, которая называется «Ночной дождь». А оказывается, в Донецке называли «Ночной дождь» – это те кассетные бомбы, которые по ночам взрывались на их земле. Вся эта живопись и графика выполнена глазами очевидца Великой Отечественной войны и очевидца событий, происходящих на Донбассе последние 8 лет. Это суровая правда прошлого и настоящего, которая передана посредством искусства. Елена Хромова, Станислав Попов, Ольга Кириллова, Область новостей.